Девушки отдыхают В Центральной Италии после 6 апреля, когда погибли почти 300 человек, местные жители приходят в ужас от любого подземного колебания. И все это результат того, что Земля лишь чуть-чуть вздрогнула. А что осталось бы от цивилизации после планетарной катастрофы, которая, как уверены некоторые исследователи, все же произошла в далеком прошлом? Сегодня появляется все больше фактов, которые говорят, мы на этой планете не первые. Правда, официальная наука делает все, чтобы эти факты не стали достоянием широкой общественности. О закрытых открытиях Александр Огородников. Нас обокрали. У нас украли прошлое, историю и сверхзнания. По крайней мере, так утверждают ученые, чьи археологические находки не вписываются в традиционную историю. Это называют фильтрацией знаний, которую практикуют сторонники Дарвина. У самих дарвинистов было 150 лет, чтобы найти так называемое «недостающее звено». Еще не человека, но уже не обезьяну. Этого не случилось. Зато сделано немало других находок. В 19 веке в Калифорнии добывали золото. Для этого пробивались тоннели в горах, например, в Столовой горе. И в глубине тоннелей старатели находили человеческие кости и артефакты. Эти находки были сделаны в скальных породах, возраст которых современные ученые определяют как 50 миллионов лет. Историки при этом утверждают, что 50 миллионов лет назад человека не было даже в проекте. Мол, хомо сапиенс, человек разумный, появился на нашей планете, по последним научным данным, 195 тысяч лет назад. Но тогда совершенно непонятно, кем изготовлены вот эти металлические шарики с абсолютно ровными насечками и отверстиями. Они явно искусственного происхождения. Такие шарики частенько попадаются под землю шахтерам в Южной Африке, в толще пород, возраст которых 2 миллиарда 800 миллионов лет. И это вам не кости, а продукт развитой цивилизации. Признавши хотя бы наличие этих артефактов, даже не одного, а их систему, говорящих о том, что цивилизация, древняя процивилизация могла существовать задолго до появления человека современного, то в таком случае науке нужно будет либо пересматривать, а что еще печальней, просто поломать существующую историческую доктрину, и тем самым признать, что все предыдущие построения оказались ложными. Тем не менее, существуют сотни подобных свидетельств. Кости, наконечники копий и стрел, кухонная утварь, каменные ступы и пестики. В свое время целую коллекцию таких артефактов собрал и представил научному сообществу доктор Джессай Уитни, ни много ни мало главный калифорнийский геолог. Другой историк Гарри Гаррисон в своих трудах вообще свел вместе людей и динозавров. Об этом свидетельствуют и странные камни, найденные в Перу. Какие-то древние люди изобразили на них то, видеть чего, согласно современным научным взглядам, никак не могли. Динозавров, вымерших десятки миллионов лет назад, да еще и людей, которые на них охотились. Такого с точки зрения академической науки быть не могло, а значит и этих камней, получивших название камней Ика, просто не существует. Как только не пытались объяснить археологи эти неугодные науки находки и безудержной фантазии древних индейцев, и элементарной подделкой. Но фантазия мастеров почему-то не шла дальше гигантских рептилий, а число выкопанных фигурок уже перевалило за 33 тысячи. Не на заводе же их штамповали. Подобные открытия следуют одно за другим. Что с ними делать, решительно непонятно. Как быть, к примеру, с древними дорогами? Для современных историков они оказались совершенно непроезжими. Никто не объяснил, допустим, парадокс тех же древних майя. По официальным мнению историков, эта цивилизация даже не имела колеса. В то же время на полуострове Юкатан находятся прекрасные дороги из полированного камня. Один фрагмент такой откопанной дороги представлял собой идеальную ровную полосу шириной 48 метров. То есть машины там могли двигаться приблизительно в 12 рядов. И при этом утверждать, что такие дороги использовались только для быстрой доставки пешими курьерами каких-то донесений, в общем-то собой представляет исторический нонсенс. От каждого такого свидетельства по отдельности еще можно было бы отмахнуться. Собственно, так и поступает официальная археология. А что и остается? Между тем археологи, что посмелее, в Перу копнули еще глубже. Под фундаменты древнего города индейской цивилизации Мачика, которому 2000 лет. И обнаружили развалины храма вдвое старше. Храму дали название Вентарон. Проблема в том, что его некому было... В реальной версии 4000 лет назад в Америке не было людей, способных на такое. Кстати, примерно в это время возводились и египетские пирамиды. Но, кажется, скоро им тоже предстоит состариться еще больше. Бельгийский инженер Роберт Бюэл обратил внимание, что расположение пирамид в Гизе почти идеально соответствует положению звезд в созвездии Ориона. При помощи специальной астрономической программы он просчитал, когда совпадение было бы полным. Оказалось, 12500 лет назад. Расчеты по небесному аналогу сфинкса со звездью Льва дали точно такой же результат. Между тем, сами древние египтяне называли это время «золотым веком», когда людьми правили боги. Не об этом ли напоминает нам и другой авторитетный источник? В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Что же нам известно об этих издревле славных людях? На самом деле немало. Они строили циклопические сооружения в разных концах земного шара. Они интересовались астрономией. Тюанако в Боливии – настоящая обсерватория, которой, по последним данным, уже 17 тысяч лет. Они умели летать и обладали оружием колоссальной отражающей силы. Они правили миром и исчезли около 12 тысяч лет назад. Это были очень похожие на людей, человекообразные существа, но их рост, по моим оценкам, составлял порядка 2,5-3 метров. Их продолжительность жизни составляла до 100 тысяч лет. То есть они, в нашем понимании, были практически бессмертны. Если вернуться ко времени греческих философов, Аристотеля и Платона, то у них также была циклическая концепция времени и идея, что цивилизации расцветали и умирали множество раз. Другими словами, это не первый раз, когда цивилизация достигла высокого уровня. Своё объяснение о такой цикличности предложил ещё полвека назад Чарльз Хепкут. По его гипотезе, примерно раз в 40 тысяч лет происходит катастрофическое смещение земной коры. Последний раз это случилось 12 тысяч лет назад. До этого подо льдами находилась Северная Америка, теперь Антарктида. Гипотезу Хепкуда сошли сумасшедшие и наверняка забыли бы, но в своё время её поддержал сам Альберт Эйнштейн. На Земле была не одна, а по меньшей мере 7 ядерных войн. И это всё происходило в течение последних трёх миллионов лет. А последняя когда была? Последняя война, я думаю, была связана с Великим потопом, вернее, Великий потоп происходил после неё. Но, по моим данным, это порядка 12,5 тысяч лет назад. И, возможно, она началась даже несколько ранее, как раз на уровне 25 тысяч лет. Считается, что следы древних ядерных атак остались в городах Индии, Пакистана и Ирландии. Найденные там останки людей до сих пор разлучают радиацию. И здания выглядят так, словно по ним прошла ударная волна ядерного взрыва. И вызвало он к действию оружие агния, совсем неотразимое, даже богами. Опаляемые сильным жаром земные существа сбегали в страхе тяжело дыша. Враги падали, словно деревья, сожжённые яростным огнём. И потоки колесниц падали там и сям тысячами. Это было написано почти 4 тысячи лет назад. Отрывок из самой древней и самой большой книги человечества Махабхараты. Индийский эпос о гибели харабской цивилизации и её столице Махенджи-Даро удивительным образом описывает старинное, но очень разрушительное оружие. Словно речь идёт о современной ядерной боеголовке. Но никто из официальных современных историков объяснить этот феномен никак не может. Так же, как и природный ядерный реактор в Габоне диаметром 120 километров. Или полузатопленную каменную дорогу, некогда соединявшую Индию и Шри-Ланку, так называемый мост Адама. Подводная дорога у побережья Кубы, ведущая в океан, пирамиды в Австралии, на Балканах и, что ещё интереснее, на Кольском полуострове, тоже никак не объясняется. Причина проста. Признание любой из них будет равносильно дырке в плотине. Впрочем, не стоит отчаиваться. Быть может, нам ещё предстоит убедиться, кто прав. Совсем недавно газета облетела радостная весть. Израильский учёный Амос Ори научно обосновал возможность путешествия во времени. Правда, судя по его расчётам, для этого надо оказаться вблизи одной из чёрных дыр. Но, по крайней мере, такое путешествие больше не является чистой фантастикой. Александр Огородников и Алексей Оленченко в Центре Событий. И на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, до следующего воскресенья. Центр всегда один. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok